Второе послание Коринфянам, одиннадцатая глава. Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов. Хотя я и невежда в слове, но не в познании, впрочем, мы во всем совершенно известны вам. Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безместно проповедовал вам Евангелие Божье? Другим церквам я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам. И будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал. Ибо недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии. Да и во всем я старался, и постараюсь не быть вам тягость. По истине Христовой во мне скажу, что похвала сия не отнимется у меня в странах Ахайи. Почему же так поступаю? Потому ли, что не люблю вас? Богу известно, но как поступаю, так и буду поступать, чтобы не дать повода ищущим повода, дабы они, чем хвалятся, в том оказались, такими же, как и мы. Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. Еще скажу, не почти кто-нибудь меня неразумным. А если не так, то примите меня хотя бы и как неразумного, чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться. Что скажу я, то скажу не в Господе, но как бы в неразумии при такой отважности на похвалу. Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться, ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных. Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. К стыду говорю, что на это у нас не наставало сил. А если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумию, смею и я. Они евреи и я, израильтяне и я, семя Авраамова и я. Христовы служители в безумии говорю. Я больше, я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали. Три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лже-братьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и многоте. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал, кто соблазняется, за кого бы и я не воспламенялся. Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Ореты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня, и я в корзине был спущен из окна по стене, и избежал его рук. Аминь.